А вы еще не знакомы с зайцем-рыцарем и медведем-лакомкой? Тогда вам непременно нужно познакомиться. Скучно с ними точно не будет. Библиотека номер 18 Северного округа расскажет вам интересную историю. Вот и наступила зима. Одеяло пушистого снега укрыли Заячью долину. Вековые ели принарядились в тяжелые снежные шапки. До Нового года оставалось совсем немного. Вокруг старого дуба, в котором устроили себе жилища лесные зверушки, кипела работа. Искусница Белкова украшала вход в свое дупло. Енот достал из кладовки новогоднюю елочку. Сорок основала туда-сюда, раздавая советы. Мышки-полевки разгребали лопатами снег. А Заяц поспешил к тетушке Гусыня. «А я уже заждалась тебя, мой дорогой!» — проговорила тетушка Гусыня, выходя из домика. Она протянула Зайцу красную шапку с белым меховым помпончиком. «Какая красивая!» — обрадовался Заяц. «Именно такую шапку и хотел получить на Новый год мой друг Мишка». «Думаю, она ему подойдет. Я очень старалась!» — улыбнулась добрая Гусыня. «А что же медведь?» — надо сказать, он тоже без дела не скучал. Мишка раздобыл подарок для Зайца и теперь изо всех сил торопился домой, чтобы хорошенько его припрятать. А в это время толстяк Якоб, двоюродный брат Зайца, в своей уютной комнатке тоже готовил новогодний подарок. Он рисовал парадный портрет для Зайки и его большого друга-медведя. Якоб несколько недель трудился над картиной. И вот последний штрих — портрет удался на славу. «Ура! Ура!» — воскликнул Якоб. «Зайца и медведь, они имеют от восторга. Все-таки Новый год — лучший праздник на свете!» — сказал Якоб. Но тут раздался треск, не предвещавший ничего хорошего. И не успел Якоб подумать, что бы это могло быть, как опять что-то оглушительно затрещало, а потом загрохотало да так, что стены затряслись. «Помогите!» — от ужаса Якоб совсем потерял голос. И вдруг свет погас. «Ой-ой-ой-ой!» — в ужасе закричали зверушки. В один миг домик Якоба засыпало еловыми ветками и комьями снега вместе с хозяином. «Поберегитесь!» — что из силы завопил енот. В лесу начался самый настоящий снежный обвал. На шум тут же прибежали медведь, заяц, а с ними и другие звери. «Якоб, братишка, ты слышишь нас?» — с тревожным голосом звал заяц. Но никто ему не отвечал. Медлить было нельзя, ведь Якоб мог задохнуться. И звери, перепуганные не на шутку, начали лапами разрывать ватный снег. Каждый старался как мог. Зверятам пришлось довольно трудно, ведь снег оказался очень плотным. И вдруг, подпрыгнув от радости, белка воскликнула. «Я нашла его ухо!» Да, и в самом деле из-под снега торчало знакомое зайчье ухо. Ободренные звери заработали усерднее и, наконец, извлекли Якоба на белый свет. Якоб был без сознания, однако быстро пришел в себя. Но жилище Якоба утонуло под снегом. «Мой любимый домик!» — сокрушался бедняга. И тут он снова чуть не упал в уморок, заметив, что держит в лапе обломок своей чудесной картины. «Не горюй!» — пытался утешить его заяц. «Когда станет тепло и растает снег, мы поможем построить тебе новый домик. А Новый год ты отпразднуешь вместе с нами. И вообще ты можешь пока жить у нас!» — добавил медведь и похлопал якобы по плечу. «Или у нас!» — наперебой закричали лесные звери. Утро медведь разбудил друзей пораньше. Все пребывали в приподнятом настроении. Еще бы! Это же было новогоднее утро! И только Якоб выглядел хмурым. «Эй, Якоб, дружище, не будь таким хмурым!» — обратился к нему заяц. «Ведь сегодня Новый год! К тому же ты среди друзей. У тебя вдоль вкусной еды и есть крыши над головой. Если ты сейчас же не развеселишься, мы заставим тебя это сделать!» — рассмеялся медведь. Однако Якоб все еще оплакал потерю своей картины и родного дома. «Даже Дед Мороз не заставит меня улыбнуться!» — упрямо ответил он. И не успел он это произнести, как послышался чей-то вопль. «Спаси, титану! Иду ко дну!» — кричал незнакомец. Забавно маленькое существо беспомощно барахталось в воде, провалившись в трещину между льдинами. Этого странного малыша никто из друзей прежде не встречал. «Мы уже идем!» — крикнул заяц, и стремглав помчался на помощь. Он бросил утопающему свой длинный вязанный шарф. «Держи крепче!» Малыш схватил шарф, заяц стиснул зубы, потянул его на себя. Медведь ухватил заяца за ноги, чтобы создать противовес. Общими усилиями медведь и заяц вытащили незнакомца на прочный лед. «Уф, и нелегко же это было!» «Быстрее! Несем его в дом!» — скомандовал заяц. Загадочный незнакомец насквозь промок и успел порядком обледенеть. Попав в такую переделку, он мог серьезно простудиться. Но вот его ноги отогрелись в тазу с горячей водой, и малыш чудесным образом ожил. Он был так голоден, что с удовольствием набросился на предложенное ему картофельное пюре. Удивительно, как быстро малыш пришел в себя. «Спасибо вам всем! Мне хорошо со всем!» — бодро проговорил он и улыбнулся. «Кто ты, смешной чудак, и откуда ты взялся здесь?» — спросила любопытная сорока. «И вовсе я не чудак! Не называйте меня так!» — снова в рифму ответил незнакомец. «Пришел я неоткуда, всех веселю и дарю чудо!» Постепенно стемнело, и в небе зажглись яркие новогодние звезды. Когда луна показалась из-за пригорка, чудак сказал. «С вами чудесно, но надо идти. Дорогу домой я должен найти». Всем было жалко его отпускать, но друзья понимали. Их новый друг не может остаться здесь надолго. «Погоди-ка!» — сказал заяц. Он со всех ног кинулся домой и притащил оттуда шапку, которую приготовил в подарок медведю. «Это чтоб ты не замерз!» — протянул он шапку чудаку. А медведь принес теплые носки. «Это чтобы твоим ногам было тепло!» — подмигнул он. И каждый подарил чудаку все то, что вначале приготовил для друга. Якоб же мог подарить только улыбку. Чудак обнял друзей и сказал на прощание. «Хотел бы я с вами остаться, но домой мне пора собираться. Мир велик, и везде я должен успеть. Было здорово с вами играть и петь». И малыш отправился в путь. «Смотрите, теперь он похож на настоящего Деда Мороза!» — пропищала мышка. И с ней нельзя было не согласиться. Друзья вернулись в свое уютное жилище на ветвях дерева, чтобы вместе выпить горячего новогоднего чая. «Но какой их там ждал сюрприз!» — «Вот это да!» — изумленно пропасил медведь. И недаром он удивился. Посреди комнаты стояла елка, красивая, как в сказке. Под елку кто-то положил множество ярких свертков. Тут явно побывал Дед Мороз. В этом не оставалось никаких сомнений. Какие еще события произошли с Форченом Яковом, Зайцем и Медведем, Чудаком и другими жителями Волшебного леса, в эту новогоднюю ночь вы узнаете, прочитав книгу «Новогодний переполох» полностью. А также читайте вместе с детьми другие новогодние истории. Субтитры создавал DimaTorzok